Всем привет! Я заметил, что у многих моих подписчиков довольно-таки не мощные компьютеры, в основном средний сегмент и еще у многих даже есть очень слабые компьютеры, но несмотря на это все хотят попробовать современные красивые игруки, поиграть в них, но компьютер это просто не позволяет. Так вот, сегодня я хочу рассказать о том, как можно поиграть в любую современную компьютерную игру, а также запустить любое довольно-таки сложное приложение для вашего компьютера, даже если у вас очень слабый компьютер и чтобы это все шло плавно и более-менее еще и красиво. Интересная тема? Поехали! Это видео выходит при поддержке разработчика утилиты RecOrganizer. Эта программа поможет вам не ломать голову для оптимизации Windows, а сделает все это сама. Поможет найти и удалить ненужные программы, очистить место на системном диске, ускорит загрузку и работу Windows в целом, оптимизирует все настройки для максимального быстродействия. Обязательно попробуйте! Ссылка на программу будет в описании под этим видео. Ну а в этом нам поможет специальная программка, которая называется Low Specs Experience. Эта программа выставляет специальные настройки для многих современных игр, которые позволяют запускать очень тяжелые игры даже на очень слабых и старых компьютерах. Ну и естественно, конечно, у всего же есть предел, но я вам сейчас покажу, как можно очень-очень легко запустить даже очень тяжелую игру RDR2, Red Dead Redemption 2 на довольно-таки немощном компьютере и как при этом можно будет снизить качество графики, чтобы получить приемлемый FPS, при котором будет более-менее нормально играть. И это же относится и к приложениям, потому что эта программка в своем функционале имеет возможность запуска некоторых приложений, которые потребляют очень много ресурсов вашего компьютера, но этих ресурсов у вас скорее всего нету, если компьютер слабый. Итак, программку я оставлю по ссылке в описании к этому видео, вы ее сможете на этой страничке скачать. Скачиваете вы вот такой вот архив и извлекаете из архива все то, что в нем находится. Просто нажимаете правой кнопкой «Извлечь все», это работает на десятке, если у вас семерка и восьмерка, там нужно будет установить вам архиватор. Ну и естественно, можно извлечь сразу на рабочий стол в такую же папку с таким же названием. Вот оно прошло извлечение и у нас открывается сама папка, в ней вы найдете файл «Installation Setup», запускаете этот файл и нажимаете кнопочку «Да». Здесь соглашаетесь со всеми условиями лицензионного соглашения и оставляете вот эти две галочки, они нам понадобятся. Это два приложения, которые будут нам нужны для того, чтобы запускать тяжелые игры на слабых компьютерах. Далее нажимаем «Next» и «Finish». В принципе, все, установка закончена и у нас есть два приложения. Ragnotech – это Love, Spets, как я уже сказал, Experience и ResWitch. Программа ResWitch, сразу ее хочу показать, она меняет разрешение в любой игре. То есть, с помощью этой программки можно будет поменять разрешение в любой игре, делать его более низким, например, если вы не можете зайти, к примеру, в какую-то игру, когда вы ее запускаете, у нее на стандартных настройках, например, стоит Full HD, а это Full HD ваш компьютер просто не тянет, вы просто включаете игру, она у вас дико лагает, вы ничего с ней делать не можете. Соответственно, можно просто переключить разрешение на более низкое в той же самой игре и уже в низком разрешении эта игра запустится и не будет так сильно лагать. Это первый момент. И еще один момент, сразу хочу сказать, чтобы не пинали меня потом после этого видео, о том, что после запуска вот этой программки постоянно разработчик данной программы перекидывает вас на свой сайт. То есть, каждый раз, когда вы запускаете эту прогу, эта программа перекидывает вас на свой сайт, но это происходит только в момент, когда вы прогу запускаете. Никаких других побочных явлений в этой программе нет, я все проверил, программа чистая, вирусов в ней нет точно. Можете мне не верить, можете пойти сами тогда на сайт этого разработчика, найти эту программу и скачать ее. Ну и есть бесплатная и платная версия данной программы, то есть в данном случае у меня будет бесплатная версия программы, потому что ее вполне достаточно, но вот этот вот нюанс, что будет открываться постоянно сайт. Итак, запускаем программку, первый запуск происходит буквально где-то в течение 15 секунд, но опять-таки все зависит от вашего компьютера. Если вы запустили, просто подождите. Ну и как вы видите, уже есть на окошке рекламка, здесь вы просто нажимаете кнопку Continue to Love Spets Experience. И далее, как вы видите, вот он открылся, их сайт, его вы можете в любой момент закрыть, он откроется вместе с браузером. И дальше вас интересует несколько настроек, вот в данном случае переходим к настройкам Settings. И здесь обязательно выставляем Optimization Catalog Type Insert Input Enable. А в данном случае, чтобы любую игру быстренько найти, можно просто ввести будет ее название в поиске и она будет найдена. А так придется листать целый список. Нажимаем Save Settings, ОК. И в принципе программа будет перезапущена и вот каждое нажатие вот этой сраной кнопки у вас будет открываться их сайт. Итак, следующее, что нам нужно, это естественно открыть ту игру, которую мы хотим запустить. И в моем случае я буду показывать на очень тяжелой, даже для моего компьютера, игре. Это RDR2. Здесь, как я уже говорил, вы после изменения настроек можете просто вписать Red. И вот он у нас нашел, Red Dead Redemption 2. То есть это говорит о том, что данная программка поддерживает все современные игрушки. В принципе весь список игр вы можете вот здесь вот посмотреть. В данном случае тут практически все игрушки, которые сейчас могут быть вам интересны, они есть. Естественно, конечно, 100% игр здесь вы не найдете, но в данном случае все самые популярные игры, которые чаще всего играют обычные пользователи, здесь есть. И в данном случае мы выбираем Red Dead Redemption 2 и нажимаем кнопочку Load the Optimization Package. Сразу хочу сказать, что программы на русском языке нету, поэтому нужно хотя бы немножечко понимать по-английскому, но в принципе я все покажу. Вы можете разобраться совершенно без каких-либо проблем. Вот в данном случае здесь написано, что эта версия игры Red Dead Redemption 2 поддерживается данным оптимизатором. Нажмите, пожалуйста, ОК, чтобы продолжить оптимизацию и включить контрольную панель. То есть в данном случае, если у вас вот такая надпись по любой игре, то есть Supported with this Optimization, нажимаете ОК, значит эта игра у вас поддерживается и вы сможете ее оптимизировать, соответственно вы сможете ее запустить на слабом компе. Устал мучаться с пиратской Windows 10 Pro? Активация постоянно слетает? Компьютер глючит и ведет себя странно? Или ты просто хочешь наконец-таки легализировать свой компьютер? Купи лицензию на Windows 10 Pro раз и навсегда и больше никогда не мучайся. Цена всего 1300 рублей или 18 баксов. Заходи в группу Спецкомп, в раздел Товары, нажимай на товар Windows 10 Pro. Клацай на Показать полностью. Здесь ты можешь прочитать все о товаре и как его можно купить. Если вдруг очень сильно сомневаешься, можешь почитать комментарии за последние 3 года. Тут уже 920 комментариев от довольных покупателей. Нажали кнопочку ОК и появляется вот такое вот окошко, которое уже у нас будет оптимизировать нашу игрушку. Ну и нас интересует в бесплатной версии программы вот 3 такие настройки. Ultra Love, Ultra Ultimatum Love и Plain Love. То есть в данном случае есть несколько вариаций, которые позволяют изменить качество картинки игры и снизить нагрузку на процессор и на видеокарту. В данном случае, если вы будете использовать настройку Ultra Love, это просто снизит качество игры, качество настроек игры до тех максимальных, которые присутствуют в самой игре, в которой вы просто можете сами в игре изменить. Таким образом вы получите минимальную картинку в игре. Ну и естественно у вас повысится FPS, ну и плавность игры увеличится, так как картинка будет не такая красивая, но зато она будет у вас более-менее нормально работать. Но есть такие состояния, когда есть старый комп, на котором очень слабая видюха, на котором очень слабый процессор, у которого мало ядер и так далее. Тогда вам понадобится несколько вариантов. Во-первых, первый вариант это Ultimatum Love, который снижает и нагрузку и на видеокарту и на процессор. И есть Plain Love, который отключает все сглаживания, который в большей степени снижает нагрузку на процессор, нагрузка на видеокарту остается. Итак, вы можете использовать как ультралов, попробуйте, просто включите игру, посмотрите какой будет FPS. Если вам комфортно играть, то в принципе можно уже оставить, так как это будет минимальный уровень, который повысит вам FPS. Ультралов пробуйте и Plain Love пробуйте. Я же вам покажу все на самом жестком режиме, это Plain Love, в котором в принципе нагрузка на видеокарту остается, но на процессор, например, снижается. Так как у нас процессорозависимая игра конкретно, это RDR2, то, соответственно, в ней будет лучше играть, когда процессор будет разгружен. Итак, нажимаем кнопочку Plain Love или в вашем случае Ultimatum Love, ну то, что вы выбрали. Можете сами с этим разобраться. И дальше вам нужно будет выбрать разрешение в игре, которое вы будете использовать. Естественно, для слабых компьютеров я рекомендую использовать разрешение 1280 на 720. Это невысокое разрешение, но при этом разрешении даже 10-летний комп, большинство современных игрушек сможет в минимальном качестве вытянуть через данную программу. Естественно, есть еще ограничения, например, по DirectX, естественно, есть ограничения по операционной системе. Смотрите, чтобы других ограничений вам не мешало. То есть, если у вас игра хоть как-то запускается, но она просто дико страшно лагает, то тогда в данном случае вам это все дело поможет. Ну, в моем случае, так как я не буду снимать видео вот в таком формате HD, потому что это слишком будет для вас крупно и некрасиво, то есть в моем случае я ставлю 4К, и даже в 4К вы увидите очень сильное отличие в качестве самой картинки и, естественно, в качестве FPS. Сейчас, после того, как нажимаем Execution Option, у вас появляется вот такое вот сообщение, что ваша игра уже сконфигурирована, и, соответственно, вы можете закрыть вот эти все окна, то есть вы просто их закрываете, и теперь у вас игра запустится именно в том режиме, в котором выбрала данная программка. И в данном случае, сейчас я вам покажу игрушку RD2 в двух режимах, в режиме вот в этом, то есть мы посмотрим, сколько она покажет FPS и какого качества будет картинка, и покажу в режиме, когда я выставляю ультра настройки в 4К, то есть в том режиме, в котором я играю. И посмотрим, насколько сильно будет отличаться FPS и насколько плавная и классная будет картинка в том и в том случае. Итак, запускаю RD2, переходим в настройки просто, чтобы их проверить, но не трогаем ни в коем случае их, то есть переходим в настройки графики, в данном случае видим, что у нас 4К разрешение, и, в принципе, все остальные функции отключены, но здесь отключено даже не только то, что здесь есть, а отключено даже то, чего вы здесь не увидите, хотя есть в конфигурационном файле. Так вот, данная программка, она именно может изменить все эти настройки. В данном случае я настройки не изменял, и теперь давайте перейдем в сюжетную линию. Итак, вот у нас загружается игрушка, посмотрите на уровень графики, все довольно-таки замылено, размыто. Вот, если я сейчас сделаю пробежечку к одному месту и потом сделаю ту же самую пробежку, только уже в более высоком качестве. Вот, например, бочка, она появилась только в момент, когда я к ней подбежал. Тени появляются тоже, деревья изменяются в момент того, когда я к ним подбегаю. Кроме того, на дальних планах тоже изменяется картинка, только когда я приближаюсь к этой картинке. В данном случае вот картинка сейчас такая, немножечко упал. Сейчас вернусь обратно, чтобы вам показать тот же самый эффект, который сейчас был. Посмотрите вдаль, посмотрите, как прорисовываются детали. Вот, например, забор, он не объемный, от него нету теней. Вот детали, например, сейчас вы видите костер, а потом бах, появилась бочка. Но, в принципе, все это играть не мешает. И при таком уровне FPS 75, не забывайте, что это 4К разрешение, плюс на данный момент еще и ведется запись видео, то, в принципе, картинка довольно себе неплохая и играбельная вполне себе в очень требовательной игре RDR 2. То есть, в данном случае, в принципе, вполне себе можно с такой картинкой играть, и никаких проблем от этого у вас не возникнет. Тем более, это 4К разрешение. Если вы снизите еще разрешение до Full HD, до просто HD, то у вас FPS будет еще больше, даже на ваших не очень мощных компьютерах. Вот мы вышли из игры, теперь мы возвращаемся в программку нашу. Там, где мы были, в первое окошко, вот это вот Optimization Catalog. Выбираем RDR 2, нажимаем Load Optimization Package. Нажимаем OK, OK. И вот здесь вот у нас есть кнопочка Restore Default Settings. Эта кнопка, она сбрасывает настройки нашей игры к тем, которые были с момента первой установки на вашем компьютере. То есть, в данном случае, это будут все те же самые настройки, которые были изначально при первой установке вашей игры. Возможно, на вашем компьютере, конечно же, эти установки уже не сработают, но я вам просто показываю, какой будет FPS у меня при ультра настройках и как очень сильно он отличается. Нажимаю Restore, Restore Defaults, и, соответственно, могу выйти из данной программки, она мне уже больше не понадобится. Ну и опять запускаю RDR 2 и в ней уже настраиваю максимальный уровень настроек, потому что там сейчас будет не 4K и не ультра. Ну и как вы видите, настройки графики изменились, плюс разрешение уже другое. Давайте перейдем в настройки. Во-первых, перейдем в настройки графики. И, во-первых, отключим все дополнительные вот здесь вот настройки. Мы их заблокируем. Дальше поставим ультра качество. Вот здесь вот увеличим его. Так, и вот здесь ставим ультра. И дальше последнее, что нам нужно сделать, это, естественно, изменить разрешение. Вот здесь вот у нас выставляем 4K. Окей. И нажимаем кнопочку «Подвинуть изменения». Подтверждаем. И погнали смотреть, какой же теперь у нас будет FPS в сюжетной линии. Ну что ж, вот у нас игрушка теперь загружается уже в ультра настройках с максимальным уровнем графики и, естественно, в 4K. Обратите внимание, FPS очень конкретно просел. Это 25 FPS где-то в среднем. Обратите внимание, как теперь все выглядит. Вот есть частицы, летящий дым. Очень хорошее освещение, есть тени от травы, есть кусты, которые видны сразу и которые не прорисовываются только после того, как я на них навелся. Деревья уже прорисованы сразу с дальних, со всех расстояний. То есть все объекты, которые вы сейчас видите, они все уже есть по умолчанию. Они не прорисовываются при подходе к этим объектам. Но обратите внимание, насколько сейчас лагает игра. То есть по картинке видно, что игра реально лагает. И 23-25 FPS совершенно не хватает для такой игры. Хотя при таком уровне качестве графики, конечно, сама графика красивая. Но идет лагание, при котором играть невозможно. Хочу сразу напомнить о том, что сейчас ведется запись в 4K. И, в принципе, сама игра у нас воспроизводится в 4K. Для компьютера это все крайне очень тяжело. Если бы у меня не велась запись, то у меня было бы сейчас где-то 40 FPS. И уже лагов бы не было никаких при ультра настроек в 4K разрешении. При всем при этом, мой компьютер один из самых топовых. Ну, уже, конечно, не самый топовый. Но, в принципе, не слабый компьютер. Довольно-таки мощный даже для нынешних реалий. И он позволяет эту игрушку вытянуть всего лишь в 40 FPS. Это если бы видеозапись сейчас не велась. А с записью у меня, видите, 25-26 получается. Что вообще произошло? Качество графики, конечно же, очень сильно увеличилось. У нас есть дым, у нас есть частицы, у нас есть облака. У нас все деревья сразу прорисованы. На деревьях двигаются ветки. То есть, все это работает, все это отображается. В предыдущем разрешении, в предыдущем качестве такого всего не было. То есть, тени были галимы, деревья не двигались. Деревья прорисовывались только после того, как я к ним подходил. В общем, сами видите, качество очень сильно отличается. Тут уже нет замыленности, уже все довольно-таки сильно очень сглажено. Домики довольно-таки ровные. Нету никаких ступенек вот именно на домике. Нет ступенек, например, на тенях. Все это говорит о том, что качество графики довольно-таки высокое. Но не забывайте о том, что в моем случае я тестировал все в разрешении 4К. И даже для любого современного компьютера, в любой современной тяжелой игре, 4К разрешение будет довольно-таки тяжелое. И вы же можете использовать не 4К разрешение. Вам нужно использовать Full HD. Это 1920 на 1080 разрешение. Очень неплохое, если ваш компьютер вывозит. Но если у вас совсем уже очень слабый компьютер, то вам тогда нужно использовать разрешение HD. Это 1280 на 720. Возможно, в нем у вас все будет нормально работать. Еще не забывайте о том, что не все игры при понижении разрешения улучшаются на FPS. То есть не все. Вот, например, эта игра, она FPS не улучшает даже при понижении разрешения. Но большинство из тех игр, которые вы будете играть, они будут вполне себе нормально работать без каких-либо проблем. Данная программка, она позволяет вам очень хорошо и сильно снизить качество настройки графики, которые вы не можете снизить сами вручную через панель настроек в каждой конкретной игре. Потому что эта программка, она лезет именно в конфигурационный файл, изменяет те настройки, которые вы изменить не можете. Поэтому можно получить, в данном случае, как у меня, трехкратный прирост производительности при том же самом разрешении, но с сниженными качественными настройками и с повышенными качественными настройками. То есть в данном случае многие же любят поиграть в игрушки не только из-за графики. Многие любят игрушки из-за того, что там классный сюжет, из-за того, что игру интересно проходить, из-за того, что в принципе сам мир игры довольно-таки интересный. Поэтому, если вы когда-то хотели поиграть в игрушку, которая сейчас у вас не работает на вашем компьютере, либо она очень-очень сильно лагает, вы можете использовать данную программку, чтобы ваша игрушка наконец-таки запустилась и работала в нормальном FPS. Ну, нормальный FPS, я считаю, не лагучий. Это начиная от 30, это минимум. Ну и, в принципе, нормальный, хороший, это 40-60 FPS. Уже для любой игрушки будет вполне достаточно, чтобы в нее можно было комфортно играть. Пускай даже со сниженным качеством графики. Надеюсь, это видео вам поможет использовать ваш компьютер на максимум, позволит запустить даже на вашем слабеньком, стареньком компьютере современную тяжелую игру, пуская со сниженными настройками. Наконец-таки вы сможете в эту игрушку поиграть. Ну и не забывайте о том, что на моем канале есть целая куча интересных и полезных видео по поводу настройки и оптимизации Windows и Android. Там много различных лайфхаков, настроек, оптимизаций. В общем, смотрите, заходите. Если понравится, ставьте лайки. Если не понравится, конечно же, дизлайки. Ну и не забывайте, что если оно вам все это понравилось, то следующие видео у меня выходят довольно-таки часто. Поэтому стоит подписаться на канал. Ну а еще я буду вам очень сильно благодарен, если вы подскажете мой канал своим друзьям. Они придут, тоже посмотрят. Возможно, им тоже что-то понравится. Ну а на этом всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...